Микс Ньюс. Утро на Балткоме. Доброе утро, как уже анонсировала директор Государственной инспекции данных Екатерина Мацук. Доброе утро. Доброе утро. Ну, может быть, начнем с таких примитивных вопросов, но вот Государственная инспекция данных. Кажется, что это какая-то чудесная коробочка, где есть ответы на все вопросы, все данные на всех и все возможно. Как это выглядит на деле? Скорее всего, на деле это все наоборот. Инспекция данных – это институция, которая защищает права человека на защиту своих собственных персональных данных и своей личной жизнью. То есть инспекция не является той институцией, которая содержит всю базу данных и все данные, а наоборот является той институцией, которая должна смотреть и надзирать, контролировать в какой-то мере, чтобы ни государственные учреждения, ни какие-то компании не собирали на людей слишком много данных и слишком сильно не влияли и не вмешивались в их личную жизнь, чтобы оставлять людям свое пространство на личную свободу. Да, вот, может быть, такой вопрос, что касается личных данных. Ну, не специалистам, кажется, вот есть так, я предполагаю, на улице спросить, ну, что такое личные данные. Но они скажут, что в первую очередь приходит. Имя, фамилия, персональный код. Поскольку, как мы знаем, даже не все живут по месту декларированного жительства, и даже не только в городах других, но и даже в странах. Вот, может быть, вы чуть-чуть поясните, что же все-таки относится к личным данным? В принципе, личные данные – это все, что нас окружает. Личные данные, да, вы совершенно правы. Имя, фамилия, персональный код – то, что люди достаточно хорошо знают и осознают, что вот это нам надо охранять, нам надо об этом думать. Но, с другой стороны, в современном мире личные данные – это, в принципе, все. Даже наша геолокация, которая включена в наших телефонах – это наши личные данные. Наш номер телефона – это наши личные данные. Даже в определенных случаях номер нашей машины – это тоже наши личные данные. Потому что, в принципе, даже то, наши привычки, как мы заходим в интернет, что мы ищем в интернете, что мы лайкаем в Фейсбуке – это тоже наши личные данные. Потому что по всему этому современные системы, алгоритмы, искусственный интеллект может очень много чего сказать о нас, проанализировать нас как личность и сделать определенные выводы и повлиять на нас. Поэтому с точки зрения законодательства, конечно, персональные данные – это то, что может идентифицировать человека прямо или непрямо. То есть, скажем так, даже место жительства, даже его владение, допустим, квартирой, каким-то имуществом, если мы соединяем это вместе, то это становится персональными данными. Вот если так вот на вскидку посмотреть, в принципе, те, кто умеет хорошо пользоваться в нюансах интернетом, в принципе, по Гуглу много на определенных людей может что-нибудь, ну, слово «накопать» наверное не совсем подходит, но тем не менее что-то получить. Может быть, кто-то проходил натурализацию, его код сохранился в старых записях в интернете, к примеру. Еще кто-то заводил или по-прежнему поддерживает страничку в Фейсбуке. Конечно, можно сказать, что сами люди должны быть осмотрительны, какие данные они о себе вообще выставляют в публичное пространство. Но вот в чем задача тогда инспекции? Можно ли защитить тех, кто сам себя не очень защищает? Сложно, естественно, потому что, скажем так, изначально задача инспекции, она такая двухмерная, изначально работа направлена на частные компании, на государственный сектор и на самих людей, то есть это такие три направления. Если мы говорим о государственном секторе, то это те направления, когда инспекция должна тоже давать указания, ну, даже не указания, а свои мнения по поводу тех каких-то новинок или идей, которые вводит государственное управление. То есть если в какой-то момент государство решит, не знаю, чипировать всех людей, дабы, ну, вы знаете так, очень хороший способ, как добиться абсолютно безопасного проживания в стране. То есть вы знаете все обо всех, ну, и Орвеллы, наверное, все читали, поэтому все прекрасно. Люди пропадать не будут. Да, люди пропадать не будут, преступности не будет, скажем, можно все прекрасно, даже пробок, в принципе, там может не быть. Замечательно, вот эти вот, как они называются, эти электрические велосипеды, самокаты, да, ведь это кажется чем-то таким сюрреалистическим, когда они лежат на дороге, и никто их не берет, да, ну, потому что все понимают, что найдут и этот самокат, и человека, кто его взял, буквально очень быстро, да. Ну, то есть, как бы, если, скажем так, у государства будет решение или желание такое сделать, то инспекция будет той институцией, которая, в принципе, будет против этого возражать, которая должна защищать права человека на личную жизнь. И на данный момент тоже в госуправлении, когда разрабатываются какие-то нормативные акты, новые информационные системы, инспекция та, которая дает свое, скажем, решение и заключение о том, насколько это нужно, и, скажем так, инспекция же говорит государству о том, что вы должны балансировать интересы общества и интересы индивида. Это, то есть, одна сфера, и где, с другой же точки зрения, опять-таки, тоже инспекция должна заботиться о том, чтобы и госуправление, поскольку оно имеет очень много данных, заботилось о нем. То есть, это технически, это организаторски, чтобы, ну, сами же работники госуправления не рассказывали направо и налево, какие информации они получают из баз данных. Как вы можете, можете ли вы это контролировать? Потому что, насколько я понимаю, что не только вот структуры как таковые, определенные, имеют доступ к базе данных, ну, не знаю, МВД, да, ну, и многочисленные работники, которые там трудятся, например, в госполиции, да, или, может быть, в муниципальной полиции, я так понимаю, что им очень быстро, когда они машину задерживают, буквально несколько секунд, и уже фотография, все-все. Ну, это им нужно для выполнения их же, скажем так, работы. Как это можно контролировать? Потому что, если у человека есть код у должностного лица, он, наверное, каким-то образом может этим воспользоваться, даже в нерабочее время. Да, в принципе, во-первых, существуют и в самих этих учреждениях, существуют внутренние правила и внутренние системы контроля. То есть, когда должен быть определенный ответственный работник, который время от времени проверяет доступ. Опять-таки, это информационные системы. Во всех информационных системах остаются логи, и можно проверить, какой человек подключался. И тогда есть достаточно много случаев, когда какая-то жалоба приходит в инспекцию, инспекция направляет в запрос определенной госинституции, чтобы проверить, какой человек подключался, допустим, и смотрел информацию об этом конкретном лице. И спрашивать, с какой целью. Да, с какой целью. И если эта цель не может быть подтверждена и не может быть обоснована, то это должностное лицо, соответственно, становится ответственным за и нарушение внутренних правил самого государственного учреждения, и за нарушение правил о защите персональных данных. Вы недавно, насколько я знаю, возглавили вот эту структуру. Одна неделя буквально. Три дня. Да, вот и я об этом. Но ваши коллеги работали. Есть ли какие-то приблизительно статистические данные, насколько увеличился объем работы или даже какие-то сигналы негативные, которые получает инспекция после вступления в силу, если мне память изменяет, в 2018 году вот этой регулы, которая весьма ужесточила порядок защиты личных данных? Ну, она, скажем так, его… Не могу сказать, что она его ужесточила. На мой взгляд, она, скорее всего, его так… Упорядочила. Упорядочила, как правильно. И сделала соответствующим современным технологиям. И плюс, ну, скажем так, вот, плюс регламента был в том, что он указал достаточно большие штрафы, когда все стали, ну, наконец-таки обращать внимание на защиту персональных данных. Потому что, к сожалению, в предыдущей, скажем так, при директиве и во многих государствах Европейского Союза штрафы были небольшие, потому что поэтому достаточно много большим компаниям было выгоднее, я не знаю, раз в три года заплатить штраф, чем ввести или менять свою бизнес-модель. Ну, такие компании, как Google, Facebook, они, в принципе, строят свои бизнес-модели на обработке персональных данных и использовании этих данных. И, естественно, чтобы им соответствовать правилам регламента, им нужно изменить бизнес-модель, о чем они все время говорят. Но, с другой стороны, если ваша бизнес-модель построена на нарушении прав человека, то, наверное, вам нужно ее изменить. Поэтому, с точки зрения работы инспекции, да, люди стали, во-первых, более информированы на данный момент о своих правах и обратиться к самому оператору персональных данных, которые, как бы, компаниям и госинституциям, которые обрабатывают данные. Регламент был достаточно, скажем так, широко разрекламирован и на территории Европейского Союза, и в самой Латвии. Поэтому люди стали думать, окей, у нас есть такие права, мы можем этого делать. Соответственно, да, этот поток увеличился. Но на данный момент проблема инспекции еще в том, что увеличился поток и что инспекция могла бы делать в соответствии регламента, но уменьшилось количество работников инспекции, потому что, к сожалению, частный сектор предлагает гораздо больше и лучше условия работы. И когда частному сектору нужны были специалисты, то, естественно, самые лучшие специалисты – это те, кто работал в инспекции. И на данный момент в инспекции, к сожалению, работает только одна треть из всех работников и всего штата. Мы очень активно набираем сейчас людей, и, скажем так, у нас идут конкурсы, поэтому мы приглашаем людей работать в инспекцию по защите персональных данных. И я надеюсь, что когда мы укомплектуем штат, тогда мы сможем полноценно вести и делать свои функции, потому что на данный момент гораздо много того, что мы могли бы делать, давать какие-то рекомендации уже, скажем так, не только реагировать на жалобы людей, но и делать какие-то приоритетные работы до этого, мы, к сожалению, не можем этого делать вследствие того, что у нас нет ресурсов. Вот такая частая ситуация, я думаю, вы тоже сталкивались. Люди иногда недовольны, но не знают, действительно ли это есть нарушение их личных данных, когда звонят по телефону, мы сейчас не говорим про каких-то мошенников, которые пускай полиция занимается, которые звонят из разных стран и предлагают разные игры на бирже, но звонят из какой-то конкурирующей телесети или какого-то банка, клиентом которого человек не является, и начинают рекламировать ему какие-то услуги. Является ли это нарушение данных, может, ему позвонили на его мобильный телефон, может быть это, как сейчас модно говорит, рандом, то есть случайный набор цифр, а может быть они целенаправленные, имеют базу данных и начинают обзванивать клиентов конкурирующих компаний. Здесь, да, стоит этот вопрос разделить на две части. А никто не запрещает звонить, ну, скажем так, но вопрос в том, каким образом люди получают эти телефоны компании. Если это действительно комбинация цифр, то есть список просто номеров телефонов, которые где-то и существуют, базы данных, то да, это просто цифры, не, скажем так, связанные ни с одним лицом, то есть они звонят, может быть, у меня вообще нету счета в банке, может быть, я являюсь там клиентом того же банка, тогда, если какая-то компания предлагает какие-то услуги, то они могут это делать. Но в то же самое время, допустим, регламент предусматривает, что я, если мне звонит компания, ну, допустим, Солнышко, и говорит, что мы вам предлагаем такие-то, такие-то услуги, я говорю, вы знаете, спасибо, меня эти услуги больше не волнуют, и я не хочу, чтобы вы больше использовали мой телефонный номер в своей рекламе, то по регламенту компания Солнышко должна установить себе, что вот этот номер отказался от их услуг и больше вам не звонить. Другая ситуация, когда у этих компаний есть какие-то базы данных, и они к вам обращаются уже с именем и фамилией, и вот здесь, если вы когда-либо не давали разрешение на использование своего номера телефона, имени, фамилии, то это уже является нарушением персональных данных. Вот здесь очень важно, потому что, ну, вот моя знакомая, когда-то она покупала в какой-то, неважно, обувном магазине обувь, и, естественно, там какую-то анкету заполняли, да, и, наверное, отметила, что можно давать, да, но это было до вот этих всех регул, там, с 14-15 года, и по-прежнему у него там регулярно раз в неделю в 9 утра приходят эти сообщения, что у нас там скидка на эту обувь и так далее. А что делать в этой ситуации? Или если когда-либо давали разрешение, то это уже твои проблемы? В принципе, так, если человек давал разрешение на обработку своих персональных данных, то у компании есть право обрабатывать эти данные. Даже если это было давно? В принципе, даже если это было давно, но при вступлении рекламента компании должны были также проинформировать человека, в принципе, это была хорошая практика, о том, что он может и отказаться от своего, скажем так, до этого данного согласия. Поэтому была даже такая шутка, что с момента с 20 по 25 мая 2018 года очень большое количество людей получило очень огромное количество смс или имейлов о том, что вы давали разрешение на обработку своих персональных данных, если вы хотите отказаться, то подтвердите. И это был такой бум, когда компании, чтобы обезопасить себя, давали возможность людям либо отказаться, либо уже продолжить такое действие. Но в любом случае, даже если человек давал это разрешение до этого, и он получает смс от этой компании, у него есть право написать этой же компании, что больше не присылайте мне, я отзываю свое согласие. Потому что согласие человек может отозвать в любой момент. Единственная проблема в том, что очень часто люди не обращают внимания, на что они соглашаются. Они, как бы заполняя анкету, они, да, скажем, единственное, то есть то, что и инспекция, как бы, говорит в рекомендациях компаниям и за что компании могут быть и оштрафованы, они не могут, скажем так, за человека уже отметить эти квадратики. Потому что раньше у компании была такая практика, что вы когда, у вас уже все отмечено. Да, вы только подписываетесь. Да, то есть на данный момент практика такова и правильное применение таково, что вы должны эти квадратики оставить пустыми. И человек, он сам должен отметить, что да, он действительно хочет, чтобы вы ему присылали рекламные сообщения, или чтобы вы оставили, чтобы его данные остались в базе данных компаний. Вот еще такой, наверное, момент. Ну, мы понимаем, что если там, не знаю, человек поступает на государственные службы, там отдельные требования, мы сейчас про них не говорим. Ну, чаще с чем сталкивается человек, он поступает на работу или хочет, претендует на работу в частной компании. Определен ли, скажем, ну, не знаю, перечень той информации, которую работодатель может от человека получить? Может быть, его работа там не требует узнавать, была ли у него когда-то, не знаю, в ранней молодости какая-то судимость, которая уже давно погашена. Ну, как пример. Или, может быть, даже какое-то заболевание. Какой объем информации о наемном работнике может работодатель, не знаю, затребовать, получить и так далее? В принципе, работодатель может получить ту информацию, которая ему нужна для того, чтобы убедиться, что работник соответствует должностям и требованиям должности. То есть, если мне нужен юрист, то я могу просить диплом о окончании университета. При всем при этом, если, допустим, у меня есть два диплома, один бакалавр, один магистра, я могу подать только диплом магистра юридических наук, и это будет означать, что у меня уже есть бакалавр. То есть, мне не нужно два подавать. Абсолютно, да. И если компания ищет шофера, то они могут попросить копию свидетельства о вождении, потому что это одна из обязанностей шофера водить. И узнать, сколько у него там штрафных пунктов. Ну, штрафные пункты теоретически, да. Но, в принципе, как для работодателя, штрафные пункты у него на него как наличность. То, что может проверить работодатель, нет ли у него приостановленных, допустим, как бы прав, потому что он иначе он не может выполнять свои обязанности. Опять-таки, если это какие-то санитарные условия, работодатель может попросить санитарную книжку, и это тоже оговорено в законодательстве, и это нужно ему для договора. Поэтому здесь, в принципе, критерию то, что нам нужно для договора. Если мы говорим о таком виде, как судимости, ну, в принципе, если у вас работа не связана с какими-то определенными действиями, где у вас есть законодательные ограничения… Ну, например, в школе или в частном детском саду. Ну, в школе, да. Допустим, есть даже специальное законодательство, что в школе можно проверять и нужно, даже директор там обязан проверять, нету, не было ли у этого, возможно, будущего преподавателя, работника школы определенной судимости, и при всем при этом он проверяет определенную судимость. То есть то, что вы, возможно, я не знаю, человек 18 лет распивал пиво в парке, ему за это дали административный штраф, это уже работодателя, директора школы, на тот момент, когда этому человеку 40, а он хочет поступить на работу в школе, не должно касаться. Вот еще такой, наверное, вопрос, с которым сталкиваются предприниматели, они часто вот и мне говорят, что вот мы знаем, что сейчас, ну, ужесточается, скажем так, контроль за деятельностью компании по работе со своими партнерами, да. И тоже служба госдоходов говорит о том, что вы должны проверять деловую репутацию компаний, ну и, видимо, их владельцев, да. Потому что если, условно говоря, эти владельцы уже 10 фирм там пооткрывали, все, они в процессе ушли непротивеспособности и так далее, вот надо проверять, можно ли вообще с такими партнерами работать, заключать договора и так далее. Вот и тогда возникает вопрос, вот один предприниматель, он проверяет компанию или начинает проверять всех их владельцев? Нет ли у них каких-то личных кредитов? Может, они кому-то задолжали? Может, они там взяли овердрайв и так далее? Вот где есть предел вмешательства в личную жизнь? Ну, здесь стоит различать даже, скажем так, владельцев и руководителей компаний как личных, собственно, людей и как руководителей компаний. Поэтому все, что касается, возможно, их личной жизни, это их личная жизнь. Если я взяла в ипотеку свой собственный дом, это как бы мой кредит, который не относится на работу моей компании. Но, с учетом того, что члены правления сейчас несут личную ответственность, всякое может быть. Может быть. Но, с другой стороны, как работники компании, как должностные лица компании, эти данные уже, ну, скажем так, можем сказать, ну, грубо говоря, менее защищены, потому что мы насмотрим на этих людей не как на, я не знаю, Васю Петрова, просто Васю Петрова, а как на директора компании или как на владельца компании. И здесь уже, допустим, тот же регистр предприятий, руководствуясь и рекомендациями АМЛ-директивы о, скажем так, предотвращении терроризма и отмывании денег, публикует информацию о том, кто является владельцем компании, кто является… И это не является нарушением. На данный момент это не является нарушением, потому что, во-первых, это предусмотрено в законодательстве, что такая информация публикуется. И, во-вторых, здесь есть этот общественный интерес, потому что, как Вы и говорили, если я заключаю какую-то сделку с компанией, у меня есть право понять, кто стоит за этой компанией. Возможно, за ней стоят люди, у которых плохая репутация, возможно, за ней стоят люди, у которых 58-60 компаний, и есть риск того, что после того, как я заключу с ним сделку, они станут неплатежеспособными, и я не смогу продолжать свой бизнес. То есть здесь вот этот баланс, конечно, должен содержаться. Но это, конечно, не значит, что на этом основании мы должны узнавать все о детях этого человека, о жене этого человека, и все это должно быть публично. Здесь все-таки должна быть граница. Давайте прием звонки наших радиослушателей. Да, девайте наушники. Доброе утро. Слушаем вас, пожалуйста. Да, доброе утро. Спасибо вам за такую интересную тему. Она действительно злободневная была для частного бизнеса еще год назад, когда все эти сроки горели. А вот то, что сейчас Абек задали вы, это действительно очень такой интересный вопрос. И я знаю, что американские корпорации в европейских судах бились за это в частный угол. То, что они называют, вот ваш эксперт подтвердит, «a right to be forgotten» – право быть забытым. И вот как раз таки, а расскажите, чем в итоге вот эти споры закончились? Потому что Google очень сильно отстаивал там дорогущими юристами вот как раз таки это право быть забытым, то есть чтобы твои данные не хранились вечно. С другой стороны, вот все примеры, которые вы Абек привели, они действительно к месту. А если какой-то политик занимался там непонятно чем в молодости, а потом хочет стать президентом, по идее как бы это его фактически, ну, обеляет. Спасибо большое. Спасибо, да. Да, право быть забытым. Это хорошая такая тема. По порядку, да. Да, по порядку, потому что давайте еще начнем как бы с, скажем так, с конца вопроса. Если мы говорим о политических персонах, публичных персонах, то здесь нам стоит понимать, что их защита персональных данных гораздо, скажем так, ниже, чем всех остальных людей. Потому что они влияют на общество, и у общества, соответственно, есть право знать об их личной жизни. Были достаточно много дел в европейском суде по поводу того, что политические персоны жаловались на то, что журналисты писали о них определенную информацию. Они требовали, скажем так, применять к себе право на защиту персональных данных. И здесь европейский суд говорил о том, что у публичного лица гораздо меньше эта защита. Что так как этот человек, допустим, хочет стартовать на выборах, у его избирателей есть право знать, допустим, каковы его доходы, какова его деятельность, потому что это может повлиять на их выбор. И здесь поэтому публичные лица, они гораздо менее защищены. И если это связано с их какой-то деятельностью, которая действительно их деятельность как должностного лица, или как политика, они не могут говорить, смотрите, давайте не будем вспоминать, что я был председателем, я не знаю, такого-то совета и был замешан в таком-то уголовном деле. Право быть забытым, в принципе, оно очень тоже было хорошо разрекламировано, но это уже существующее право стереть свои данные. И здесь вопрос в том, что вы, конечно же, не можете просить себя быть забытым из регистра жителей или из земельной книги или из, допустим, уголовного регистра, потому что по законодательству эта информация должна храниться определенное время. Но вы можете просить стереть свои данные, если закончилась цель обработки данных, либо если они обработаны незаконно, либо если они больше не имеют той ценности. То, за что боролся Google, смысл был в том, что когда вы ищете в поисковике Google что-то или информацию о человеке, Google по своему собственному алгоритму выдает вам информацию. И очень часто эта информация, скажем так, не основана на каких-то временных рамках, она основана на определенном алгоритме Google. И здесь получается, что та информация, которая, возможно, была опубликована лет 15 назад, будет всегда появляться наверху и будет, возможно, давать абсолютно неправильное представление об этом человеке, потому что это было 15 лет тому назад. И поэтому Google проиграл это дело, и Европейский суд постановил, что Google должен стирать информацию людей. Но он должен стирать эту информацию из поисковика, это во-первых. И во-вторых, человек должен в какой-то мере обосновать, почему он просит стереть эту информацию. То есть, если мне так хочется, это скорее не будет аргументом. А если человек говорит о том, что эта информация больше не актуальна и есть другая информация, тогда Google должен стереть его из поисковика, но в той интернет-странице, на которой он был опубликован, он останется. То есть, допустим, из чего этот случай Google вообще был? О том, что был один испанец, у которого была фирма, и фирма носила название, скажем так, его имени и фамилии, и он обанкротился. И в газете по законодательству было опубликовано, что фирма такая-то, такая-то, она обанкротилась. Прошло 15 лет, он уже обосновал другой бизнес, он начал другой бизнес, но когда кто-то в Google забивал имя-фамилию, первое, что попадалось, это объявление о том, что компания обанкротилась. Естественно, это влияло на его современный бизнес, и он говорил о том, что, ну, это было 15 лет назад, сейчас эта информация уже не актуальна, эта компания обанкротилась, да, но это было давно, сейчас у меня есть другая компания. И он просил Google стереть эту информацию из поисковика, но на той странице государственной там газеты, это бы информация осталась. Google отказывался это делать, и вот таким образом они дошли до европейского суда. Поэтому в этом случае здесь тоже не стоит забывать о том, что, ну, есть, мы не можем постоянно вспоминать о какой-то ошибке человека, и это какая-то ошибка или действие, всё время за ним идёт, всю его жизнь. То есть, в какой-то мере, также даже и судимость, она может, она стёрта, и по законодательству человек уже считается невиновным, несудимым через какое-то время. То есть, если мы ему всё время будем вспоминать то, что он сделал в 18 лет, и, возможно, эта компания, когда он был молодым, не знаю, он неправильно начал свой бизнес, она обанкротилась, это не значит, что через 20 лет его бизнес, ну, скажем так, нету шансов развить свой хороший бизнес. Что со стороны государства? Мы вот, например, знаем из России, доносятся до нас отголоски знаменитого дела Голунова, и компания «Яндекс» призналась, что она давала, предоставляла данные о нахождении человека государства по запросу. Если запрос, с одной стороны, да, если там кто-то пропал, какое-то несчастье и прочее, это действительно помогает. В каких-то случаях это вот в таких вот целях, которые, наверное, не совсем правильные. Как с этой точки зрения? Ну, здесь, скажем так, сами, во-первых, это государственные институции, у которых даже если есть доступ к той информации, он должен быть очень ограничен, и он должен основываться на каком-то конкретном запросе. То есть у компании не должно быть, не знаю, обязательства выдавать абсолютно всю информацию. И здесь мы видим достаточно много есть споров между государственными институциями и частными компаниями и в Америке, такими как Apple, Facebook и так далее. И, ну, скажем так, в Европе это менее актуально. У нас в Латвии, ну, скажем так, таких практических случаев не было, но, в принципе, в законодательстве прописано, в каких случаях именно можно запросить такую информацию. Обычно, опять-таки, в этих случаях необходимо вмешательство судьи, когда судья, как тот независимый орган, может посмотреть, действительно ли здесь необходима такая информация правоохранительным органам. И, естественно, мы не можем говорить о массовом получении информации. То есть массовое получение информации в этом смысле было бы незаконным. То есть это, скажем так, такое кейс-бай-кейс, когда это действительно необходимо. Еще один такой, как можно сейчас говорить, сенситивный или чувствительный вопрос. Это связано, естественно, с какими-то заболеваниями или диагностикой. Работает хоть и с трудом ЭВС, либо вот это ЭЗдоровье система. Насколько там эти данные защищены от какого-то несанкционированного проникновения, чтобы там не получили кому-то, не надо там историю болезни, какие-то обследования и так далее? Ну, в принципе, это задача того, скажем так, оператора, который владеет этой системой. Поэтому я говорила о том, что и государственные институции, они обязаны вводить эти технические требования, которые защищают данные людей. Так как в государственных институциях очень много информации о человеке, очень часто это информация, которая может очень сильно повлиять на человека, особенно информация о здоровье. Поэтому государственные институции обязаны устанавливать эти специальные правила на высоком уровне, чтобы уменьшить возможные риски. Конечно, мы понимаем, что в современном мире, в современных технологиях возможно все. И с хорошей точки зрения технологии очень много чего, чем нам могут помочь. Но с другой стороны, существует очень много рисков того, как эти технологии можно использовать неправомерно. Поэтому здесь это задача самого, скажем так, той институции, которая решила сделать такую информационную систему. Поэтому для государственных институций это очень важно, что если, так же, как и ЭВСЛИБА, если вы собираетесь развивать эту систему, то изначально у вас должны быть и ресурсы, и возможности ее защитить. Если уж болезни мы затронули, конечно, и без коронавируса не обойдется у нас. Вчера, например, стало известно, что женщина прилетела в Латвию, и у нее идентифицировали, нашли коронавирус. Вот она прилетела в самолете. Обратились ко всем пассажирам, что вот там такие-то пассажиры. Насколько здесь, если где-то проникнет? Наверное, человек не хочет, чтобы там от него на улице шарахались, потому что он в самолете проехался с кем-то, не тем. Как-то эти данные, они защищены? То есть мы не можем узнать ни имени, ни фамилию. Там вот есть список пассажиров, например. Скажем так, личные данные человека защищены в любом случае. В принципе, даже если эти данные каким-то образом стали публичные, и кто-то что-то опубликовал, вы их потом можете использовать, только если у вас есть какое-то легитимное правовое обоснование. В этом случае, естественно, с точки зрения даже журналистики, когда публикуется какая-то информация о человеке, надо прежде всего думать об этом человеке. То есть как эта публикация этой информации повлияет на него. То есть для интересов общества, в принципе, неважно, как зовут этого человека, который заразился коронавирусом. Поэтому опубликование его имени и фамилии было бы чрезмерной обработкой, которая негативно повлияет на самого этого человека. Потому что, как вы и говорили, будут шарахаться не только от него, а от его семьи. Люди могут неадекватно, очень неадекватно реагировать на определенные вещи. То есть это может, не знаю, вылиться, как и физическое насилие против определенных людей и так далее. Это, скажем так, сторона, что должно знать и может знать общество. Другая сторона, что могут знать и государственные институции. Потому что есть такое основание обработки персональных данных, как витальные интересы субъекта данных или третьих лиц. То есть если мы говорим о заболевании, которое может быстро распространяться, то есть это и в интересах того человека, который летел в этом самолете, чтобы, возможно, его быстрее проверили, быстрее поставили на карантин, быстрее начали лечить. Поэтому в этом смысле, допустим, государственная институция ответственная может и спросить у компании информацию об этих людях, основываясь на том, что это конкретный витальный интерес. Это не значит, что они могут просить информацию о всех самолетах в течение следующего месяца или двух месяцев и мониторить. Нет. То есть у нас есть конкретный случай, у нас есть конкретный рейс, мы хотим делать конкретные действия. При всем при этом, тогда государственным учреждениям и надо как-то действовать. Если они просто получат этот список и скажут, ну да, мы знаем, что они летали, ну и все. Тогда вопрос, зачем вам нужен этот список. Поэтому есть обоснования для государственных институций спрашивать такую информацию, потому что в случаях, скажем так, эпидемических это защита всего общества, конкретного человека и даже конкретного пассажира, имя которого они спрашивают. Насколько оперативно это может быть? Потому что мы знаем, что иногда бюрократические моменты, вот они запросили, через сутки им ответили, через сутки они там получили, и все это долго, вот, например, в этом случае там буквально... Ну, я не могу комментировать это действие, да, но в принципе, я думаю, что при желании современных технологиях это также может быть достаточно быстро. Естественно, и компании нужно какое-то время, чтобы эту информацию передать институциям. Если институции считают, что это необходимо. Геолокации, если вернуться, наверное, тоже один из самых популярных вопросов и тема, от которой возникают вопросы у современного человека, и многие отключают геолокацию, чтобы никто ничего не узнал. Но, например, если человек приходит в какую-то пиццерию, то у него, например, где-нибудь там в Инстаграме и в прочих социальных сетях появляется вдруг случайно реклама этого места. Это как работает? Оно работает через Wi-Fi. Ну, тут много разных возможностей. Во-первых, даже если у вас отключена геолокация, но вы подключились, вы пришли в определенное место, вы подключились к Wi-Fi, Wi-Fi имеет определенные, скажем так, если мы говорим простыми словами, тоже ту же геолокацию. И то есть ваш телефон уже прекрасно знает, где вы находитесь. Либо в центре Риги, либо в Вильнюсе, я не знаю, либо в Италии. То есть это уже, опять-таки, современные технологии, как я говорю, действительно очень развитые. И, в принципе, регламент был направлен на то, чтобы ограничить, насколько это возможно, действия больших компаний. Потому что очень часто те же компании, но если у вас телефоны, которые основаны на Android, основаны и на Google, то Google по дефолту, даже если у вас отключена геолокация, вы же, когда находитесь, скажем так, у вас телефонная сеть подключена к определенным вышкам. То есть, чтобы подключиться к какой-то вышке и чтобы обеспечить вам телефонную связь, телефон всегда ищет, кому подключиться. Поэтому, в принципе, геолокация его всегда есть. То есть, потому что ему нужно подключиться к какой-то вышке. Да, возможно, это не будет геолокация до определенной точки, но вот этот радиус этой вышки будет всегда. Поэтому в какой-то момент, ну, в определенный случай мы можем сказать, что телефон всегда знает, где вы находитесь. То есть, вы не можете спрятаться нигде. Вопрос в том, и о чем и говорит регламент, как эти данные используются. Если они используются только для того, чтобы обеспечить вам телефонную связь, то в этом нет ничего предосудительного. Если же эти данные используются, берутся и используются для того, чтобы предложить вам какой-то продукт, выяснить, какими дорогами вы любите ходить, и, соответственно, опять-таки, как-то повлиять на ваше решение, то это уже будет нарушение. Надевайте наушники, еще один звонок примем. Перезванивайте нам. Да, вот есть звонок. Доброе утро. Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Будьте любезны. Я хотела спросить, как соотносится вот этот наш пресловутый, наша пресловутая охрана данных персональных с выписыванием рецептов на лекарства. Дело в том, что в лекарственном рецепте, вы все это знаете, в Латвии необходимо указать имя, фамилию, персональный код и даже адрес проживания. То есть у всех провизоров в нашей стране имеются наши персональные данные. И я никогда не поверю, что это так настолько возможно, всех их составить замолчать. Это первое. Второе, я хочу отметить, что вот очень долго против персонального кода на рецептах и вообще протестовали врачи. Они не хотели, чтобы пациент знал их персональный код. Они этого добились. Чем усложнили нам, всем? Ну, подачу годовой декларации. Потому что если вы подаете декларацию годовой о медицинских расходах, и там были у частного врача, там надо код персоны. Код персоны уже засекречен. Звонишь, сама столкнулась. Начинаются скандалы. И еще одна маленькая, ну, может быть, самая главная ремарка, к чему привела эта директива. Это и осенью. У меня подруга, она пенсионер, инвалид второй группы, после инсульта. Одинокий пенсионер. Ну, мы, конечно, ее навещали, звонили, но где-то потом замолчал телефон неделю, две, три, не работает. Телефон в том или потеряли. Приехали с друзьями, колотили, били в двери. Вызвали муниципальную полицию. Надо вскрывать. И что вы думаете? Значит, муниципальная полиция, естественно, спрашивает, что есть одинокий, не одинокий. Одинокий пенсионер. Но мы вспомнили, что у нее есть брат, с которым она 10 лет не общается. Как только мы это сказали, все действия прекратились. Потому что пока не найдете брата, ничего вскрыть нельзя. А если вообще не найдем, мы не знаем, как его искать. И нам открыто говорят, будем вскрывать двери только после того, как почувствуют все соседи трупный запах. Это не я. Никто там не сказал. Это я говорила с муниципальной полицией. Вот, пожалуйста, рецепты, врачи и действия согласно этой директиве. Спасибо. Очень коротко попрошу. Совсем мало времени у нас остается. Но я напомню, что сегодня в развороте у нас будет руководитель Ассоциации семейных врачей. Возможно, часть вопросов ей можно передачать. Да, во-первых, все, что касается действий полиции, я бы не сказала, что мы говорим о защите персональных данных. Мы действительно говорим о том, на каком основании полиция может открыть двери. То есть здесь нам не стоит забывать, что есть еще достаточно много специальных законодательных актов о том, что может делать полиция. И здесь, возможно, это не персональные данные, а именно в каких случаях полиция может как действовать. Все, что касается рецептов, то здесь существует всегда законодательное обоснование. То есть рецепты не выписывают врачи, потому что они так выдумали, что нужен имя, фамилия, персональный код и адрес. То есть значит существует и закон, и либо правила кабинета министров, которые предусматривают это. Для чего? Для того, чтобы можно было отследить и, скажем так, потребление лекарств, потому что на определенный ввоз лекарств есть определенные льготы. И здесь существует уже достаточно много обоснований, почему это надо. И здесь вопрос в том, действительно ли нужна вся эта информация уже к тому институции, ну там, Министерству здравоохранения, которое принимает эти законодательные акты. И как я уже говорила до этого, инспекция по защите персональных данных, она, ну, если с нами консультируется, то мы всегда говорим о том, что вы должны обосновать каждый этот параметр и понять, почему вам это нужно. Будут ли, скажем так, работники фармацевтических компаний или аптек их распространять дальше, это тоже их ответственность. То есть мы, они не должны эту информацию распространять, они не должны ее открывать никому другому. Потому что если они это сделают, то они, соответственно, могут быть оштрафованы. И то, что касается, опять-таки, службы госдоходов и, опять-таки, тех же рецептов, это уже вопрос, да, возможно, госструктурам согласования законодательных актов. Если человек не видит персональный код этого врача, то, значит, он может, потому что обычно тогда на рецептах или на чеках есть либо юридический код самого предприятия, ну, там, поликлиники, либо код, там, сертификата этого врача, и тогда уже в другой системе нужно вводить код этого сертификата этого врача. То есть здесь, да, возможно, это не соответствие законодательных актов, которое должно быть предотвращено. Директор Государственной инспекции данных Екатерина Мацук была у нас в студии. Нам пора заканчивать. Продолжим с обзором прессы, новостями, рекламой. Не переключайтесь. Спасибо. Удачи вам на новой должности. Спасибо.